Сегодня праздник Преполовения Пятидесятницы. Мы совсем недавно прошли путь Великого Поста, и те, кто внимательно относился к тому, что было, что открывает Церковь Великим Постом, люди помнят, что наступает особая неделя. Она более строгая, чем предшествующая и последующая. Называется Крестопоклонная неделя. И вот в среду Крестопоклонной недели батюшка обычно после литургии прежде священных даров исходит и говорит, дорогие братья и сестры, сегодня среда Крестопоклонной недели, преполовение, середина Великого Поста. Ровно половину мы прошли пути от Прощенного Воскресения до середины, преполовили этот путь. И уже как-то взошли на гору, и теперь будем спускаться с горы. И Пятидесятница тоже имеет такой день, преполовение Пятидесятницы, ровно посредине вот этого удивительного времени между Пасхой Господней, Воскресением Христовым и Днем Пятидесятницы, Днем Рождения Церкви, тоже этот день особо отмечен, особо отмечен сегодняшним молитвенным собранием. Мы благодарим Бога за то, что у нас есть возможность, была возможность в этом году вкусить Пасхи Господней, прикоснуться к Его Ему Светлому Воскресению, о том, что мы в Церкви, нигде не будет на обочине жизни, мы в Церкви, в самом главном, в самом лучшем сообществе, которое существует на земле. И что мы вместе с Церковью не стоим на месте, что Церковь движется, а мы где-то вот непонятно, а мы движемся, движемся по этому пути, который отмечен ознаменованным церковным календарем от Пасхи к преполовению, от преполовению к Вознесению, от Вознесения к Пятидесятнице и далее, по всем путям, которые нам, спасительным путям, которые нам открывает Церковь. И вот в этот день, преполовение Пятидесятницы, Господь нам послал две святыни, сретение иконы Божьей Матери Казанской, Московской и другой крестный ход, который также по благословению Святейшего Патриарха совершает свой путь по нашей стране именно сегодня. Часть частицы пояса Пресвятой Богородицы и в этом ковчеге еще частицы мощи родителей Божьей Матери. Святых Бога Отец Иоакима и Анны. И вот они встретились не в какой-нибудь день, а сегодня, в день преполовения здесь. Можно сказать, что в центре, не географическом, но вот в таком центре силы нашей страны, на Урале, в Екатеринбурге, в месте, на котором вот примерно в то же время, когда была похищена икона Божьей Матери Казанской, в это же время здесь, как думали, поставлена точка. В истории России эта точка была поставлена штыками и револьверами цареубийц. Но мы сегодня на этом месте видим, что Бог сильнее пустых немощных замыслов человеческих, и Он дает нам шанс. Шанс нам с вами быть христианами, жить, дышать жизнью благодати, которая открывается в церкви, дышать верой и делами по этой вере, и иметь возможность своими очами видеть свидетельства Божьего промысла, Божьего действия на земле. Я сейчас не буду пересказывать историю чудотворного пояса Пресвятой Богородицы. Думаю, что большинство из нас в 2011 году, когда было принесение этого пояса из Афона в Россию, в Екатеринбург, прониклись любовью к Матери Божией и благодарностью за эту святыню. Сегодня другая частица этого пояса принесена из Исаакиевского собора города Санкт-Петербурга к нам сюда. Эту святыню можно сказать несут Иоаким и Анна, праведная Анна, и Бога Отцы, которых мы поминаем в конце каждого богослужения. И все они вместе предстоят вот этому удивительному образу, на котором Матерь Божия, которая проявила особую заботу о российской, русской земле. Хочется еще об одном только сказать свидетельстве о том, что вот тогда, в начале 17 века Россия должна была перестать остановить, прекратить свое существование. Смута, ну какое-то такое слово уже избитое, но не было ничего, что бы свидетельствовало о государстве российском, уже не было. Не было в государстве государя, не было каких-то органов власти легитимных, которые могли бы править народом. Была смута в церкви, была смута в народе. Вот все перемешалось, как в миксере в каком-то. И вот этот лакомый кусочек, эти ресурсы, этот народ уже был разделен, распределен европейскими державами. Все очень четко, по-человечески понятно было сделано. Но вера, народная вера, благочестие простых людей, она обратила милость Божию и Матерь Божия ответила на эту веру, на верность Матери Церкви. Нет, не оставлю я свой народ, не оставлю его в беззакониях. И, во-первых, своим образом вдохновило, как вокруг знамени собрались люди, которые хотели не своего добиться, а хотели вернуть России нормальную жизнь и церкви, и благоденствие. А во-вторых, Матерь Божия благословила, указала на Михаила Романова, как на того человека, которому можно вручить жезл царский. И народу расположило сердце, что народ не начал бороться, когда остановилась война, не стал бороться за власть, пытаться оторвать, а вот я хочу, а вот я хочу, а вот наша партия, а вот наш город своего кандидата должен выставить. Народ одними устами возвал, встал на колени и присягнул на верность Михаилу Романову, первому государю из рода Романовых. И мы видим, какие последствия, что как собралась моментально, как укрепилась, умножилась Россия, какими возросла она святыми и какими талантами, правителями, каким народом проросла. Сегодня очень близкая ситуация. Мы сегодня молимся Матери Божией, мы же видим и поляки свои планы строят, и продвинутые европейцы много, что уже распланировали, кому какой кусок, кому Украину, кому Белоруссию, кому какие регионы России, кому Урал. Главное, чтобы не была Россия, чтобы были ресурсы и немного людей, чтобы работали на них, и больше не нужно. И вот сегодня милость Матери Божией проявилась в том, что икона, которая оказалась, все ее нету, она потеряна, об этом во всех книгах 90-х годов, советского времени, 90-х годов, которые печатали, было написано, утеряна, нет и иконы. Собор взорвали на Красной площади, а икона потеряна и неизвестно, где находится. Собор восстановили, и Матерь Божия указала свой образ, который здесь, сегодня перед нами находится. И стоит сегодня помолиться Божией Матери о том, чтобы на полях воинских сражений была дарована победа. Это очень конкретная просьба, очень конкретная молитва. Можно вообще о победе молиться, а ведь у каждого есть близкие, есть друзья, есть родственники, есть знакомые, которые сейчас там сражаются, в которых летят снаряды 155-го калибра, которые сегодня подрываются на кассетных разбросных боеприпасах. Сегодня эти ракеты, по которым торгуются европейские государства, эти ракеты сегодня летят по нашим городам и по нашим братьям. И наша молитва должна быть очень конкретной. Она должна быть не просто абстрактной, но где-то там что-то происходит, а нас это не касается. Мы на Урале, до нас не долетит. Долетит. Еще как долетит. Если будет равнодушие и теплоохладность, чтобы пробудить нас от этого сна. Нам Господь, Церковь, Святейший Патриарх благословил сегодня взбодриться, пробудиться и поклониться этим святыням. Я прошу всех вас, кто сегодня в храме, вспомните ваших родных, друзей, соседей, и кто живет у нас в городе и в нашей области. И сегодня, скажите, дорогие мои, надо обязательно прийти, надо обязательно поклониться Матери Божией, попросить Ее одарование нам мира и победы, чтобы, как это обычно бывает, очередь в течение сегодняшнего и завтрашнего дня не оскудевала, чтобы люди понимали, что источник нашего спасения не в минских, турецких или каких-то договоренностях, а в руках Божьих и в державе Пресвятой Богородицы. И вот я хочу вас всех к этому призвать и самим глубоко обратиться и призвать всех, кого можете, на то, чтобы к Матери Божией пришли и показали. Мы народ, мы народ, Пресвятая Богородица, поверь, мы неразумные, мы ошибаемся, мы неправильно себя ведем, мы не те книги читаем и не те фильмы смотрим, мы, может быть, не тем Богам служим, но сегодня в этой беде мы, вот, может быть, интуитивно, не понимая, приходим и просим, укрепи веру и даруй нам, доверь нам еще эту страну, святую землю, удел Пресвятой Богородицы, дай нам возможность еще позаботиться о нем, мирно в нем пожить и сохранить его именно как удел Пресвятой Богородицы. Вот об этом я бы хотел призвать всех вас помолиться сегодняшний, завтрашний, да и во все последующие дни нашей жизни. Сегодня хочется сугубо поздравить Хиротонисонова Иеродиакона Далмата. Отец Далмат много лет своей жизни посвятил служению Церкви и учению сегодня несет послушание в стенах Екатеринбургской духовной семинарии, являясь одним из помощников ректора. Буквально в завершении Великого Поста сподобился монашеского пострига и сегодня взошел на ступень священнослужения дьяконского. Я хочу пожелать дорогой отец Далмат, ты носишь имя нашего уральского святого преподобного Далмата Исецкого, человека, который молился, сожил на берегу реки и воспитывал братьев. А сегодня благодаря его трудам возникло много городов, которые образуют промышленные центры нашего региона и страны. Ради его памяти построено множество храмов. И то вдохновение духовное, тот подвиг духовный, который он нес, он обратился во спасение его собственной души, во спасение души братьев, душ братьев и в укрепление державы российской. Я хочу тебе пожелать подражать твоему небесному покровителю, преподобному Исецкому Далмату и служить ревностно, с душою служить Матери Церкви, чтобы Господь умножал твои таланты. Всех вас поздравляем с Пасхой Господней. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Во истину воскресе! Христос Аминь.